Белгородская область вошла в тройку лучших регионов страны по росту объемов прибыли бизнеса. Несмотря на пандемию, три четверти наших предприятий сработали в прошлом году в плюс. Соответствующие данные Росстата проанализировало агентство Финэкспертиза и поделилось исследованием с Миром Белогория. Елизавета Верещагина спешит познакомить с его результатами в новостях экономики. Здравствуй, Лиза. Здравствуй, Алексей. Выходит, что кризис коснулся не всех. Как нашим предприятиям удалось сохранить прибыль? Финансовый результат белгородского бизнеса действительно выглядит не очень типично и объясняется структурными особенностями нашей экономики. Значительную ее часть формируют аграрные предприятия, а этот сегмент, как известно, в наименьшей степени пострадал от пандемии. К тому же надо понимать, что это средняя температура по палате, которая не отражает положение дел во всех компаниях. И тем не менее, цифры весьма показательны. В прошлом году крупные и средние предприятия области нарастили прибыль на 163 миллиарда рублей. Лучше дела были только в Ростовской области и Хантамансийском автономном округе. В большинстве российских регионов динамика, напротив, отрицательная. Бизнес сильно пострадал из-за ограничений и падения спроса. В масштабах страны предприятия недополучили почти 4 триллиона рублей. Больше всего пострадали в деньгах Москва, Ямало-Ненецкий округ и Татарстан. В убыток сработали почти 30% российских компаний. В Белгородской области доля прибыльных организаций оказалась выше среднего. Положительный финансовый результат показали три из четырех крупных и средних предприятий региона. Лиза, посволь уточнить. Прибыль – это доходы минус расходы, верно? А если разница отрицательная, то это уже убыток? Именно так. А в масштабах всего региона те, кто работал в минус, уменьшают общую статистику прибыли. И даже с учетом убытков у нас итог получился очень позитивным. Прибыль белгородского бизнеса за год превысила 360 миллиардов рублей с ростом в 83% к предыдущему году. Правда, стоит уточнить, что в расчеты Росстата не были включены малые предприятия, которые пострадали от коронавируса больше всего.